Слово для поздравления предоставляется начальнику Козелского гарнизона, полковнику Рамилю Ибатулину. Приказ министра обороны Российской Федерации от 5 мая 2018 года, номер 245, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичмены и офицеры, уважаемые ветераны, 9 мая в нашей стране отмечается День Победы. В борьбе с фашистскими захватчиками бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили исключительный героизм и отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию. Сегодня мы славим беспримерное мужество наших дедов, отцов, отстоявших честь, независимость нашей Родины, избавивших мир от нацизма. Проклоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений. Нынешние защитники Отечества достойно продолжают ратные традиции фронтовиков. Личный состав вооруженных сил настойчиво совершенствует боевое мастерство, старательно осваивает современное вооружение и военную технику, укрепляет безопасность России, защищает ее национальные интересы. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Победы, желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мира, успехов в труде, службе на благо Отечества. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, воины Кызылского гарнизона, жители и гости города Кызыл. Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это поистине всенародный праздник, потому что эта война не обошла ни одну семью в нашей стране. Великая Отечественная война стала невиданной трагедией для всего нашего народа. Она огненным смерчем прошла по стране и оставила незаживающий след в наших семьях, в наших сердцах. Миллионы людей защищали независимость, достоинство своей страны. На фронтах, в тылу, в оккупации, под поле и доказали, народ, отстаивающий свою свободу и само право на жизнь, непобедим. Огромный весомый вклад в победу внес тувинский народ, который один из первых объявил себя союзником Советского Союза в войне против фашистов. Декларация об этом была принята съездом Великого Хурала Тувинской в день нападения гитлеровских войск на Советский Союз 22 июня 1941 года. Республика помогала СССР всем, чем могла, от продовольствия, денег до золота, золотого запаса, на которое производилось вооружение для Красной Армии. На деньги, собранные жителями республики, были созданы две танковые бригады. В марте 1943 года на подмосковном аэродроме Чкаловске делегация Тувинской народной республики передала в распоряжение 133-го истребительного полка Красной Армии 10 истребителей Як-7Б, построенных на республиканские средства. Первые тувинские добровольцы, около 200 человек, вступили в ряды Красной Армии в мае 1943 года и были зачислены 25-й отдельный танковый полк 52-й армии 2-го Украинского фронта. Вечная слава героям, уважаемые ветераны, все мы глубоко благодарны вашему поколению, на долю которого выпал тяжкой жребой войны. Вы передали нам свои традиции, братство, солидарность и поистине выстроенный опыт единения взаимопомощи. Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал, заслужил победу. Вечная память тем, кто отдал свои жизни и кто отвоевал для нас мир. Россия всегда будет хранить память об этой великой победе, о подвигах наших отцов и дедов. Слава вам, ветераны Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю! С днем великой победы! Ура, товарищи! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Торжественному маршу Дима 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 Торжественному маршу Парадное шествие военного парада Кызылского гарнизона Открывает взвод барабанщиков Кызылского президентского кадетского училища По главе с подполковником Мергеном Сальчак По центральной площади города Кызылова торжественным маршем проходят знамённые группы И парадные расчёты 55-й отдельной мотострелковой горной бригады Мимо трибуны проходит парадный расчёт мотострелков Который возглавляет командир 6-й мотострелковой горной роты капитан Алексей Гуреев Парадный расчёт проходит в современном комплекте боевого снаряжения «Ратник» Следующий парадный расчёт представляет подразделение артиллерии Во главе с начальником штаба самоходно-артиллерийского дивизиона Майором Андреем Волковым Замыкает парадные расчёты бригады Сводный парадный расчёт подразделений связи и противовоздушной обороны Который возглавляет командир зенитной ракетной батареи капитан Сергей Фогель Торжественным маршем проходит пограничное управление ФСБ России по республике Тыва В июне 41-го года именно пограничники первыми встали на пути фашистского врага Мужественно сражаясь на границах Отечества Перед вами в парадном строю проходит сводный отряд полиции МВД по республике Тыва Во главе с полковником полиции Мартол Тарначе Сводный отряд Туминской полиции в мае 2018 года убывает в служебную командировку Для обеспечения общественного порядка на чемпионате мира по футболу Торжественным маршем проходит во главе со знамённой группой Парадный расчёт сотрудников отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Тыва Возглавляет расчёт подполковник внутренней службы Дмитрий Яркин По площади Ората строевым шагом проходит парадный расчёт Главного управления МЧС России по республике Тыва Который возглавляет первый заместитель начальника Главного управления полковник Владимир Сотнам Колонну управления Федеральной службы судебных приставов по республике Тыва Возглавляет заместитель руководителя управления советник юстиции первого класса Эренчин Оржак По площади проходит парадный расчёт курсантов военной кафедры Тувинского государственного университета Образованный в 2016 году по инициативе главы республики Тыва Знамённую группу возглавляет начальник военной кафедры полковник Олег Каленин А расчёт подполковник Кадыгбек Шерипов Кызылское президентское кадетское училище открылось 6 сентября 2014 года По инициативе нашего земляка, героя России, генерала армии Сергея Шойгу В парадном строю идут во главе с заместителем начальника училища Подполковником Павлом Клочковым 294 воспитанника В знамённой группе идут кадеты 8 класса Знамёнчик Арслан Чонданов Ассистенты от Туксат и Соном Монгуш В училище, находясь в ведении Министерства обороны Российской Федерации Готовит дней совершеннолетних граждан для поступления в образовательные учреждения Министерства обороны России А также в другие образовательные организации высшего образования страны В 2017 году училище вошло в число 100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации Кызылское президентское кадетское училище Единственное довузовское учебное заведение Минобороны России Где обучаются мальчики и девочки В строю идут 39 воспитанниц 2017-2018 учебного года Кадеты училища регулярно становятся победителями и призёрами Всероссийских и Республиканских Олимпиад и конференций Творческих конкурсов и фестивалей различного уровня В училище учатся 7 кандидатов в мастера спорта России В стройными рядами идёт парадный расчёт кадетов Тувинского кадетского корпуса Созданный по инициативе главы Республики ТВА Шалвана Акараула Воспитанники корпуса в апреле текущего года Стали победителями 15-х всероссийских кадетских сборов в городе Москва Показав самые высокие результаты среди кадетских корпусов страны Расчёт возглавляет старший воспитатель майор Алексей Зимин Знамённую группу «Санчат Торжо» По указу президента России Владимира Путина Инициативе министра обороны России Сергея Шойгу В октябре 2015 года было создано Всероссийское движение «Юнармия» Именно ТУА дала старт юнармейскому движению Когда 12 июня 2016 года 147 детей из разных районов республики Дали клятву юнармейца Парадный расчёт возглавляет Омак Сандан Знамённую группу «Денис Попугалов» Мимо трибун военно-полевой форме солдат Великой Отечественной войны Проходит отделение вьючно-транспортной роты 55-й отдельной мотострелковой горной бригады В роте имеются 82 лошади Из которых 2 верховых и 80 вьючных Предназначенные для доставки материальных средств, вооружения и боеприпасов в горах и труднодоступных местах Таких рот в вооружённых силах Российской Федерации всего 2 Возглавляет отделение командир взвода прапорщик Сергей Соян За период с 1941 по 1944 годы Советский Союз получил от Тувинской народной республики 50 тысяч боевых коней На деньги, собранные жителями республики, были созданы две танковые бригады Мимо трибун проходит колонна военной и специальной техники, находящейся на вооружении 55-й отдельной мотострелковой бригады Возглавляет колонну начальник автомобильной службы капитан Андрей Николаев Унифицированная командно-штабная машина Р-149-МА-1 Предназначена для обеспечения управления связи должностным лицам бригадного уровня Автомобили специального назначения «Тигр», которые используются при ведении разведки, сопровождении и охране колонн, патрулировании, осуществлении огневой поддержки Также в составе колонны двигаются современные 120-мм артиллерийские орудия «Нона» СВК Предназначенные для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника Дальность стрельбы орудия до 15 километров УАЗ-469 Основной командирский автомобиль советской армии Самый мобильный, самый маневренный Это визитная карточка воздушно-десантных войск На вооружении которых самого образования войск В парадном строю проходит легендарная техника военных лет ГАЗ-67Б Участвовал в 1945 году в битвах за Кёнигсберг, ныне Калининград и за Берлин В колонне идет ЗИС-5 1944 года выпуска Участвовал в апреле 1945 года в освобождении Братиславы, столицы Словакии Перед вами Уралы Волноприводные грузовые автомобили повышенной проходимости Грузовик использовался для транспортировки войск и грузов А также в качестве шасси для ударного вооружения Например, систем залпового огня ГРАЦ Принимал участие во всех локальных вооруженных конфликтах послевоенного времени По центральной площади в торжественном строю едут байкеры Члены мотоклуба «Кочевники Азии» во главе с Юрием Ильяшевичем В 2017 году ими был совершен международный мотопробег Посвященный подвигу уроженца Тувы Героя Советского Союза Михаила Абухтуева Совершившего единственный в истории войн таран танком бронепоезда противника Героя Советского Союза 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 Командует командир взвода старший лейтенант Сергей Барамыка Спасибо. 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 Командует командир отделения сержант Пуян Хомушко. Спасибо. 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 Тамаскированный командный пункт уничтожен. Извините за нас, генерал. Лишь недавно учились в классе десятом И часы проверяли по школьным звонкам А теперь привыкайте, ребята, к десантным Родуваимым всеми ветрами войскам Родуваемым всеми ветрами войскам Не помеха отныне, для нас не погода Промокая до ниточки, мы не ворчим Предстоит нам всего за каких-то два года Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин Предстоит нам всего за каких-то два года Предстоит нам всего за каких-то два года Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин Пусть порою команды звучат рисковато В нашем деле секунды решают успех Нужно очень любить свою землю, ребята Чтобы падать с небес, как на голову снег Нужно очень любить свою землю, ребята Нужно очень любить свою землю, ребята Чтобы падать с небес, как на голову снег Вам недолго носить эту форму, ребята Только будет всегда, да сиди на висках Та закалка, что вы получили в десантных Продуваемых всеми ветрами войсках Та закалка, что вы получили в десантных Та закалка, что вы получили в десантных Продуваемых всеми ветрами войсках А солдатские письма летят к адресатам и поймут адресаты по этим листкам Как тепло их сердец помогает десантным, продуваемым всеми ветрами войскам Как тепло их сердец помогает десантным, как тепло их сердец помогает десантным, продуваемым всеми ветрами войскам Субтитры сделал DimaTorzok 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 Замаскированный командный пункт уничтожен Извините, товарищ генерал Дима Тухманова Слова Владимира Харитонова День Победы В исполнении сводного мужского хора Под руководством военного дирижера 55-й отдельной мотострелковой горной бригады Старшего лейтенанта Петра Черникова День Победы Субтитры сделал DimaTorzok День Победы 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 Это праздник, все любое на весна. Это праздник, со связанами на глазах. Это праздник, вековы, 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 вековы. Вековы, вековы, вековы. Это праздник, все любое на весна. Это гадость, со связанами на глазах. Это праздник, вековы, вековы, вековы. Сегодня, 9 мая 2018 года, в очередной раз состоялся военный парад в честь Дня Великой Победы, Великой Отечественной войне. Поздравляем жителей и гостей республики с этим знаменательным событием. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось двоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться. Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. На площадь Арата выходит Бессмертный полк. Благодаря памяти и любви в наших сердцах мы каждый год встаем в строй Бессмертного полка, чтобы чтить, помнить ратный подвиг защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Бессмертный полк передает героизм из прошлого в настоящее и будущее. Он проходит в 1100 городах России и в 15 странах мира, где люди помнят и чтят героическую историю многонационального народа Советского Союза и России. В колонии Бессмертного полка идут фронтовики, труженики тыла, дети войны. Все, кто внес вклад, отдал силу в достижении победы. Их память несут дети, внуки, правнуки и родственники. Каждый во время Великой Отечественной войны и по-своему приближал победу. Люди отдавали жизни за мирное небо. Мы помним их героический подвиг. В колонии Бессмертного полка идут родственники добровольцев, ушедших на войну. Тех, кто горе желанием торжества, правды и справедливости Отстоял свободу и независимость нашей Родины. Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня Настанет день с журавлиной стаей, Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по птичьи окликаю Всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты С кровавых непришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. С кем-кdo Продолжение следует... 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 Продолжение следует...